ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! О, конечно, вы уже видели кое-что на превьюхе, но тем не менее... Ой, я там ничего там, я здесь не разрезал. Вот, но тем не менее, здесь вас ждут еще несколько сюрпризиков. Сейчас мы посмотрим все это дело, потому что долго вы просили, вы ждали заказать такую штуку, и вот она ко мне добралась. Ребята все упаковывают отлично, приходит все очень быстро. Отлично. Опа, теперь достаем. Так, что это у нас тут такое? Где-где-где мой малыш? Вот он. А-а-а! Вот он, друзья, мой Аркнайт, он же Небесный Рыцарь, он же Гроза всех Бейблейдов. Так, давайте пока его отложим. Обзор будет сейчас на него, я просто покажу вам, что здесь еще лежит. Пупырок очень много. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Вау, у нас тут еще есть Чоу-Зет Валькирия от компании SB. Тоже попозже посмотрим, ее пока спрячу. И вот такие вот два крутейших лаунчера от компании Flame и от компании SB. Они лево-право-сторонние, тем круче будет их распаковывать и играть. Но сегодня, как я обещал, сегодня будем рассматривать Бейблейд Айрнайт от компании Flame. Весьма достойная моделька, вы знаете, много кто о ней писал. Давайте сейчас мы ее раскроем, посмотрим, что же у нас тут такого внутришечки. Так. О-о-о-о, прикольно, смотрите. О-о-о, да, о-о-о, да, это то, что я люблю. Так, здесь у нас в комплекте еще, опа. Значит, по деталькам. Желтая ручка для пускача. Пускач одевается вот сюда синего цвета, очень годный классный пускач. Так, сейчас засудим. Да, слушайте, нормально работает, отлично. И вот он, то, что нас всех так интересует, то, что вы все просили, вы все ждали. Бейблейд Айрнайт. С драйвером другого цвета, но очень похожим на Арчера Геркулеса. Здесь в комплекте еще... О-о-о, как много всего-то получипалось. Здесь в комплекте для него еще идут наклейки. Но мы это пока дело спрячем. Значит, начнем давайте с самого крутого, что здесь есть. Это, конечно же, верхушка Айрнайта. Он просто божественный, багический. Горуда 3.0, я так полагаю. Очень классный, годный волчок. Давайте дальше посмотрим по деталькам. Идет металлический диск. Вот такой вот классный, с мячом. И вот такая вот рама. Кстати, такой рамы у меня еще никогда не было. И вот он, драйвер. Очень смахивает на Геркулеса. Но это не совсем от Геркулеса. Все-таки, я думаю, это какой-то другой драйвер. Что ж, давайте собирать волчок. И уже рвемся в бой. Рвемся в бой. Будем сегодня тестить. Вообще по-жесткому этот волчок. Узнаем, на что он способен. Вообще проверим. Вот так он выглядит в сборе. Друзья, ну просто красавчик. Просто красавчик. Давайте поставим нашу фирменную арену. И возьмем соперника. С кого бы начать-то, я даже не знаю. Давайте начнем с Дэда Хэдиса. Сразим Дэда Хэдиса и Айр Найта. Что ж, я думаю, всем будет интересно, как он летает. И как он вообще работает. В первом-ка я запущу, пожалуй, Айр Найта. Чтобы было круче. Так. Вау! Ну слушайте, он занимает достаточно большое количество места на арене, скажем так. И очень здорово себя показывает. Пока что, пока что. Посмотрим, что будет. Наконечник от Геркулеса. Думаю, должен прида... Ого! Опасный момент для обоих соперников. И Айр Найт проигрывает в первом бою Дэду Хэдису. Что ж, давайте возьмем следующего соперника и будем тестировать. Технический сбой, друзья. Проношу свои извинения. Так, где-то у нас был здесь... А, я даже не знаю, кого взять-то. О! Чо за это Валькирия от компании Таракан Томи? Ну что ж, поехали. Вперед! Так. Борты арены заклеены скотчем. И им никак теперь не выбраться никому из этого замкнутого круга. Тем интереснее нам смотреть будет на эту потрясающую битву. Итак, Айр Найт занимает центр ринга. Я хочу выносливо какого-нибудь парня взять. О! Возьму-ка я, пожалуй, Гайста Фафнера. И проигрывает Айр Найт. Чо за это Валькирия? Ничего себе. А дальше у нас будет битва на выносливо. Сейчас мы протестируем Айр Найта против Гайста Фафнера. Поехали, вы готовы? Вперед! Гайст Фафнер от компании СБ против Айр Найт от компании Флэм. Безумно красивый и интересный бой нас сегодня, друзья мои, ожидает. Итак, соперники уже сражаются, сражаются на арене. Так, сейчас мы кого-нибудь еще достанем. О! Чо Зе Ахиллес будет сражаться у нас следующим. Так, какое-то непонятное столкновение. И, 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 и что же будет? Что же будет сейчас? Проигрывает у нас Гайсту Фафнер. Ладно, играем в следующий раунд против Чо Зе Ахиллеса. Шух! Вау! Ахиллес разгонялся и потерял, к сожалению, всю свою скорость. Я сейчас, наверное, буду его перезапускать. Да, потому что... Ну, я думаю, вы сами все видели, потому что он теряет скорость в самом начале по единочка своего. Причем этот, кстати, Ахиллес от компании тоже Флэйм. Вау! Вау! Мощнейшее столкновение в самом начале, а Айркнайт даже не подумал разобраться. Я думаю, если мы его прокачаем, то он вообще никогда не будет разбираться. Я хочу потестировать еще против Айркнайта Вайс Леопардика. Друзья, кто владелец Вайс Леопарда, пожалуйста, пишите в комментариях, а то я все время его забываю, как его зовут. Мне нравится, классный персонаж, но имя у него, конечно, такое. Все, проигрывает Ахиллесик, отлично. Давайте попробуем следующего соперника. Это Вайс Леопардик, атакующего типа, мега-быстрый, мега-шустрый, просто уничтожает всех. Проверьте. Так, сразу-сразу нападает Вайс Леопард, не гоняет по арене, не теряет скорость. Сразу несколько ударов наносит Вайс Леопард Айркнайту. И Айркнайту остается только отбиваться в центре ринга. Насыщенная-насыщенная борьба. Так, я пока найду, у кого у него еще соперник. Ох, Саламандра. Так, Вайс Леопардик проигрывает сегодняшний поединок свой. И я хочу запустить следующую Хэлл Саламандру от компании СБ. И она, я не знаю, вроде на выносливости стоит. Йоу! Мощнейший запуск для Саламандры. Потеряла немножко скорость из-за скотча вокруг арены, но тем не менее продолжает носить свои яростные асаламандровские атаки. И это просто Айркнайт уничтожает Хэлл Саламандру. Окей, давайте возьмем кого-нибудь посерьезнее, чем Саламандра. Это Кирбеус от компании СБ. В прошлом чемпион Роял Рамбла. Вперед! Вау! Крутейший старт. Пытался выкинуть Кирбеус за пределы ринга Айркнайта, но из-за липучек у него это не получилось, потому что это арена Человека-паука. И смотрите, что происходит. А, да, Кирбеус так как был запут... А, нет, да ладно, Кирбеус, чемпион Королевской Битвы, проигрывает Айркнайту. Ничего себе! Давайте возьмем кого-нибудь еще посерьезнее. О! Скрюд Райдент сегодня выйдет у нас на поле битвы. Вперед! Айрнайт пытался щетерить, запрыгнул на своего соперника, но Скрюд Райдент ничего, ему ничего ни почем. Он отбивает все атаки своего соперника и наносит свои сокрушительные удары. Владелец его Токо Аой, брат знаменитого чемпиона по Бэйблейду Вальта Аой. И сейчас Токо Аой, я чувствую, проигрывает, потому что опаснейшая ситуация для обоих соперников. И нет, все-таки нет, вырывает победу буквально на 0,1 секунду, побеждает сегодня Скрюд Райдент. Давайте дальше кого-нибудь возьмем, я даже не знаю кого, коротко-то ищу. Хочу какого-нибудь выносливого парня. О! А что покажет нам сегодня Блю Дилонгинус, мой любимчик, фаворит от компании СБ. Сможет ли он сегодня разбить Айркнайт или же нет? Узнаем прямо сейчас. Вот такой! Несмотря на то, что по краям арены есть скотч, Блю Дилонгинуса это нисколько не смущает. Он продолжает свои яростные атаки на Айркнайта и нападает. И еще, и еще, и что происходит? Да вы что? Блю Дилонгинус! Неужели он сегодня одержит победу? Я в это не верю своим глазам. Не может такого быть? Да! Или нет? Нет, проигрывает все-таки Блю Дилонгинус буквально на 0,15 секунд. А Айркнайту мощневый Бэйблейд. Давайте кого-нибудь что потестим. О, давайте потестим еще, что за спригана на атаке. Посмотрим, на что он способен. Все-таки это у нас третий сезон. Мега-битва. Шукуриная против нового, ну не нового, но нового старого героя, я бы сказал. Наносит свои атаки Бэйблейду воздушному рыцарю. И воздушный рыцарь не может справиться с этими атаками. И, конечно, проигрывает, друзья. Ничего себе, как быстро, как быстро все произошло. Я даже не успел зевнуть. Так, что ж, давайте возьмем кого-нибудь еще и будем уже заканчивать, я думаю, ролик. Так, 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 так. Хочется кого-то взять. О, я знаю кого. Вы тоже сейчас просто удивитесь моему выбору. Вот он. Красавчик. Хазард Кирбелс от компании Таракан Томи. Вперед. Посмотрим, справится ли Таракан Томи сегодня с небесным рыцарем. Взрыв и ночь, финиш, друзья. На такой прекрасной ноте заканчиваю данный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Промокод на скидку. Ссылка на саде этого парня можно заказать в описании. Поэтому прямо сейчас бегом и заказывать. А с вами был луч ведущий, неугомонный Блейдер. И всем удачи. Всем пока-пока. Ждите новых роликов. Субтитры сделал DimaTorzok